Уважаемые коллеги, начинаем нашу специфическую проектную сессию, основу которой составит лекция Юрия Михайловича Преснина, профессора, доктора социологических наук и человека, который для меня, с одной стороны, представляет, может быть, я воспринимаю это слишком по-бытовому, ну, во-первых, социолога, практикующего и полевого во многом, помимо теоретических разработок и автора многочисленных книг и печатных работ, то есть человека, который своими ногами, живым восприятием много прочувствует из того, что потом описывает в цифрах, используя различные социологические методы. И, конечно, огромное значение для меня личное восприятие Юрия Михайловича имеет то, что он объединяет с одной стороны, для меня он сибиряк, опять не знаю, Юрий Михайлович согласится или нет, да, но с другой стороны, он, вообще-то, насколько я понимаю, просто костромич или как житель костромской земли и по факту, с точки зрения того, что живет в Калагриве и в Москве, но с другой стороны, что я так понимаю и корни, в общем-то, очень глубокие костромской области. И вот у нас есть уникальная возможность сегодня послушать рассуждения Юрия Михайловича на такую тему, как вообще, а все-таки какая перспектива у нечерноземья, в частности, у Костромской области, которая, конечно, в очередной раз, к сожалению, потому что в истории много раз такое было, когда и депопуляция происходит, обезлюживание территории, масса социально-экономических, в общем-то, депрессивных моментов. Естественно, и я вот сам тоже часто немножко так алармистски все это обсуждаю, да, Юрий Михайлович, он, как мне кажется, более философски-исторически это воспринимает, но главное то, что мне кажется чрезвычайно интересным и, честно говоря, интригующим его суждение о том, что, вообще-то, это все временно и уже совсем вот-вот скоро, ну, пусть это даже 20 лет, там, 30, но по историческим меркам это совсем ничего, совсем вот-вот скоро фактически все будет наоборот, и другой совсем исторический способ жизни будет реализовываться и в Костромской области, и в других территориях, и, скорее всего, это будет явно связано с тем, что мегаполисы будут утеривать то нынешнее значение, где сегодня, в общем-то, у нас многие люди, в том числе госпожа Набиуллин, например, в девятом году на, в девятом году на московском урбанистическом конгрессе, она просто сказала, что малые города, не то, что там деревни или какие-то сельские территории, что малые города, они вообще экономически не перспективны, и что нам в ближайшие 20 лет нужно будет 20 миллионов человек переселить из малых городов в мегаполисы, потому что сегодня единственной и геоэкономической, и экономической силой вообще-то является только мегаполис, а все остальное, то, что вынуждено быть, как минимум, не перспективны, напомню термин, не перспективны, деревни Татьяны Заславской еще в середине 60-х годов, и, соответственно, скорее всего, даже не то, что не перспективны, а просто должны, в общем-то, в дальнейшем запустенивание происходить и идти вот в этом, в общем-то, депрессивном направлении. Поэтому, Юрий Михайлович, вот что бы хотелось, да, если можно, вот мне вот очень показалось, я еще раз повторяю, интригующим, вот эта идея, что вообще новый способ жизни, он уже формируется, он уже нарождается, и будет всем уже понятен там через, скажем, 10, 20, 30 лет, что за способ жизни, как он связан с Нечерноземьем и с Костромской областью, насколько он сегодня может прорисовываться не только, может быть, в некоторых таких философско-социологических категориях, но, может, даже в некоторых таких бытовых, технических моментах, ну, чтобы люди поняли, да, вот, потому что мы, конечно, очень хотели бы этот тренд как-то схватить, вот, благодаря вам его воочию увидеть, и нам кажется, что тогда совсем по-другому мы можем стратегически планировать проблематику Нечерноземья, Старорусских территорий, ну, и вообще относиться к происходящим процессам. Юрий Михайлович, никак не лимитировано ваше время, как вам удобнее и комфортнее, а потом, если решить дискуссию. Вопросы? Спасибо. Я чуть прокомментирую. Конечно, конечно. Ваше выступление. Я думаю, может быть, я ошибаюсь, но я так думаю, что через 20 лет это новый способ, образ жизни, будет обыденностью, а мысли об этом станут банальностью, но сейчас пока, в общем, наверное, это не банальность. Но, если позволите, я все же у доски, конечно, конечно, мне с одной стороны так удобнее, с другой стороны, и как-то нависая над аудиторией, кажется, что проще говорить. Я хочу обсудить, и, наверное, очень коротко, 4 тезиса. Зафиксировать их, затем коротко обсудить, и, может быть, дальше обсудить их в дискуссии. В таком вот формате. Первый из этих тезисов – это тезис о специфической, видно так меня, о специфической популяционной динамике на территории России. Два особых процесса, о которых практически мало кто знает, и почти никогда не говорят, но они, наверное, я полагаю, определяют очень многое и в нашей истории, и в нашей политической жизни, политической истории. Второй тезис – это два разнонаправленных процесса, вызванных экономическими и политическими причинами, которые сложились в последние четверть века на территории России. Они очень масштабны, но эти два процесса, процессы перемещения, населения и размещения населения, но они, так же большинству исследователей и, соответственно, управляйцев, не кажутся пока очевидными. С одной стороны, потому что мы к этому привыкли где-то, а с другой стороны, потому что об этом не трубят и не пишут. Третий тезис – это вот как раз новый образ и новый способ жизни, который сейчас формируется, который станет той самой обыденностью в ближайшее время. Это и модус вивенди, и модус операнди. Ну и четвертый тезис, совершенно спекулятивный, это те следствия, которые можно предположить на основе обсуждения этих трех тезисов. К чему приведет этот новый способ и образ жизни? С точки зрения экономической, в экономической сфере, в социальной или даже в социокультурной сфере и в политической сфере. Здесь мы можем, я могу, либо сделать некоторое совершенно спекулятивное предположение, либо опереться на некоторые исторические параллели, которые у нас имеются в истории, и которые мы, в общем-то, тоже не обсуждаем. И в советское время не обсуждали, и сейчас не обсуждаем. Хотя эти параллели, вообще говоря, некоторые из исследователей и политиков внимательно изучали и обсуждали. Вот четыре тезиса. Первый тезис. Особенность, может быть, я сотру или оставить? Или все же оставлю? Как вам удобнее? Я буду здесь. Особенность наше размещение русских. Русских в широком смысле слова. Русских как нация, не как этнос, не как народ, а как нация. То есть русские – это и узбеки, и татары, и русские, и чуваши, и калмыки. Все мы русские. Особенность размещения на территории России, с моей точки зрения, это популяционная динамика, тысячелетняя динамика, вызвана преимущественно политическими или социально-политическими факторами, а в меньшей степени экономическими. Хотя эти факторы тоже имеют значение. Эта динамика состоит из двух разных компонентов. Они разные, но накладываясь друг на друга, они дают очень сложный узор, который мы, в общем-то, наблюдаем, но мы его не дешифруем, когда описываем. А этот сложный узор создается вот двумя такими процессами. Прежде всего, тот процесс, который довольно подробно описывают некоторые историки, особенно Светлана Лурье, в своих исследованиях начала 90-х годов, в конце 80-х годов, описывал особенности миграционного движения населения, податного населения на территории Руси и России. Взаимодействие населения с государством, государством как оседлым бандитом, а у нас государство как оседлый бандит, это термин Владислава Тамборцева, ну я, насколько знаю, как оседлый бандит, он имеет 6, даже теперь 7 ипостасей, 5 ипостасей выделил Николай Бердяев, ну вот сейчас можно выделить уже 7 ипостаси. Государство как оседлый бандит занимается, так сказать, формированием податного населения, ясачного или податного населения, но в отличие от Европы, пространства у нас большие и пустые. И встаньте на высокий берег Клязьму в городе Владимире и посмотрите на ту сторону реки, вы видите бескрайние леса, бескрайние леса, где нет ничего. Да встаньте, начиная от Подольска и кончая Тобольска, извините, Подольска, Витебска и Тобольска, и даже Томска, мы видим одну и ту же картину. Там, где разместилось государство, оно строит городище, острожище, мытище и все прочие, храмище, капище и прочее. Оно выстраивает эту структуру и налагает на население какие-то обязательства, важные для него, для государства. Но население, имея такие бескрайние просторы, оно всю жизнь бежит к государству, оно уходит от него, оно избегает. Что мы видим, если мы вот здесь поставим, это государство, это центр, это острог или острожище. Население первые, ну ранние годы, мы видим, бежало оно куда? В Западную Русь. Затем оно бежало на Север. Затем оно бежало на Дон и Днепр, в Запорожье. Затем оно бежало в Сибирь, а затем оно бежало в Среднюю Азию. И вечно оно искало Беловодьи и Даурию. И вечно оно уходило от государства. А государство шло и ставило острог, засечную черту и снова облагало население податью. Вот мы знаем сколько, 3-4 засечных черты, вплоть до Бийска, Кузнецка. Даже на Амуре уже засечные черты были выстроены. А это уже 18-й век, 19-й даже. Или, например, как информация, факт, который я нашел у Светланы Лури, как раз в 1860 году, примерно в это время, после уже Крымской войны, после воцарения Александра II, после присоединения Восточного Туркестана, был издан царский указ, запрещающий крестьянам заселять Восточный Туркестан. Запрещено было русским крестьянам селиться в Туркестане. В первый же год после указа 140 тысяч крестьян поселилось в Восточном Туркестане. То есть указы есть, но мы живем по-своему, мы живем своими законами. И эти-то крестьяне, в чем наша особенность? Вот этого постоянного бегства на север, на юг, во все стороны. Мы приходим с нашими новыми, ну это население, мы. Мы пришли в Сибирь и на север с новыми моделями жизнеобеспечения. Мы пришли в Среднюю Азию с новыми моделями жизнеобеспечения. У нас другая экономика. Мы сели и заняли другую экологическую нишу. Мы не конкурировали с казахами, киргизами и узбеками. За землю. Они занимались одним скотоводством, а русские крестьяне, я условно, извините, что так говорю, мы, русские крестьяне, занимались другим хлебопашеством. То же самое было в Сибири. Те же самые процессы. То же самое мы наблюдаем в самое раннее время, в 14-15 веках на севере, в Поморье. Где пришедшие туда русские, они не вытеснили саамов, коми, ненцев, а они проникли внутрь. То есть это взаимопроникновение экологических ниш, то есть занятие экологических ниш, которые не конкурируют друг с другом. И в этом смысле население не нуждалось в том, чтобы уничтожать аборигенов, как это было в Африке, как это было в Латинской Америке и Северной Америке. В Северной Америке, извините, в Латинской Америке, например, за 100 лет было уничтожено, по данным Фернана Браделя, 6 миллионов индейцев. 6 миллионов индейцев. А что сделали англичане в Ирландии? Сколько миллионов ирландцев? Бесчастное количество. Погублено было для того, чтобы освободить место для кот, для овец. И, собственно говоря, а у нас другая ситуация. У нас много земли, у нас относительно невысокая плотность и разные модели жизнеобеспечения, которые позволяют создать не конкурирующие агонистические отношения, а мутуалистические отношения. То есть мы вступаем в мутуалистические отношения. Охотники-тунгусы и рыбаки-хлебопашцы русские. Коневоды-якуты, пришедшие вместе с русскими в Якутию нынешнюю. И вместе с ними пришли русские казаки-охотники и хлебопашцы. Русские, между прочим, чуть-чуть отвлекусь, русские ставили дома свои на высоких берегах рек, а якуты свои кибитки-юрты ставили в низинах, там, где трава и там, где кони пасутся. В результате, несмотря на вечную мерзлоту, русские дома до сих пор стоят там, потому что там мерзлотных грунтов нет, но это уже отвлечение. И вот этот процесс вечного разбегания, этот процесс до сих пор мы наблюдаем. Мы наблюдали это даже в советское время. И мы наблюдаем и сейчас. Правда, это как бы масштабы его не те. Они увеличивают свои масштабы в определенные периоды и уменьшают в какие-то другие периоды. Я не буду детализировать, но вот этот процесс разбегания. И на него накладывается другой временной процесс. Это периодические обезлюдивания территорий. Я в свое время, специально занявшись этим процессом, этим интересным феноменом, я насчитал пять или шесть таких циклов. Вот только что, буквально позавчера, читая исследование периода русской смуты, я нашел такой факт, который зафиксирован был в этих самых, в материалах приказного двора, кажется, Алексея Михайловича. То есть около 1840-1860 года. 1640-1660 года. У нас помимо царской семьи, самым крупным феодалом на Руси и в России был Троица Сергеев монастырь. Вот он здесь, самый крупный феодал. У него были колоссальные территории земельные. Так вот, в 1594 году у монастыря было 35 почти процентов пахотной земли и всей земли, которой он владел. А владел он землями на обширных территориях, от Белого моря и практически до самого юга, до границ с крымцами и половцами. Так вот, в 1618 году, вот у него 34,5% точные тогда цифры были. Это сельхозземель, там где сеяли, пахали и выращивали. В 1618 году 1,8% сельхозземель на той же самой территории. Представьте, меньше 2% сельхозземли, в 15, в 17 раз меньше обрабатываемой земли. Людей нет. Не было людей. К 1630-40 году, после смуты, опять же, нашел совершенно недавно, год назад, в городе Кашине, и маленькую информацию, все-таки люди у нас музейные, краеведы очень ценную информацию вытаскивают, сами не подозревая того. Нашел, книга, конечно, пустая, но там есть ценнейшая информация. Например, оказывается, после смуты, смутного времени, где-то к 1630-40 годам, почти всю территорию московской губернии, ну я не знаю, тогда не губерния была, а московской земли, западную часть, нужно было заселять новыми крестьянами, и заселили карелами. В одном Кашинском уезде было поселено 6 тысяч карел. Представляете, 6 тысяч крестьян карел переселено из Карелии и заселено в московскую губернию. То есть практически вся нынешняя западная часть московской губернии – это карелы и вепсы, а восточная часть – это Мещора и Мурома. Ну, русские люди, конечно. Что мы видим, например, тысячу… Ну вот, возьмем даты, которые я более-менее знаю, потому что я это все сам смотрел по источникам. 1528 год. Что пишет Герберштейн? А московские крестьяне, московитые крестьяне, настолько богаты, что ходят в кафтанах, отороченных золотом, и нанимают крестьян из Западной Руси себе в работники. А что мы видим в 1585 году после репрессии Ивана Четвертого, ужасного, обезлюдела вся западная часть Руси, все сбежали на Запад, или и на Юг, кто-то на Север, кто-то на Юг. Нет людей. Что мы видим после Смуты? Все по морю полностью разграблено. Практически каждая вторая, если не каждая первая деревня, звалась пустошью. Все, нет никого. По морю, населенное многими людьми, было пустое. И пустое оставалось долгие годы, десятки лет. Что мы видим в конце правления Алексея Михайловича? Слово «сытое», «богатое» население, обильно заселившее всю территорию. А что мы видим после 1725 года, после строек века Петра I, и после того, как он потратил значительную часть населения в войнах своих? Пустые территории. Нет людей. Опять мы видим такую же картину. Вот та картина, которую я в Чухлобе нашел в их музее, когда автор Чухлобской, Казаринов, очень хороший исследователь, нограф, краевед, научный сотрудник земского управления, пишет у нас в 1874 году «три четверти всех земель в Чухломском уезде заброшены и заросли лесом. Они уже не пашутся и не сеются. Все люди ушли. Ушли куда? В Питер? Сейчас в Чухломском уезде не три четверти, а всего только половина, если не больше, не сеются и не пашутся. Но ведь в советское время весь Чухломской уезд, несмотря на качество земли, очень низко, был засеян и распах. То есть опять мы имеем ту же самую картину и снова начинается этот процесс. Ну ясно, куда он придет дальше. Я говорю моим соседям, грантье, москвичам, которые переехали в деревню или местным деревенским жителям, которые сетуют на то, что деревня вымирает, страна обезлюдивает. Ребята, говорю, радуйтесь, вы попали жить в прекрасное время, когда вокруг мало людей. Когда? Пока нас немного. Но ведь скоро придется нам драться локтями за каждую пять земли. Вот смотрите, Чухломской уезд, нынешний, извините, Калагривский район Костромской области. Я туда приехал, было около 8 тысяч жителей, сейчас около 6 тысяч жителей. И все горюют. Ну пусть муниципальная власть горюет. Понятно, почему горюет. Люди горюют непонятно, почему. Бросают земли, не хотят обрабатывать землю. Молодец, все уезжают, и нам надо уехать. Но ребята-то ведь не знают. А я прочитал в архивах Калагривских. В 1924 году в Калагривском уезде было не 6 и не 8 тысяч жителей, а 134 тысячи жителей. Представьте, 134 тысячи. Может он другой по территории? Он был чуть больше. Ну чуть. Чуть. Ну как, он включал часть Нейского, часть Антроповского, часть Мантуровского, но там это были лесные территории. Да, Мантуровский. Ну можно так сказать, если в тех прежних границах мы будем иметь Калагривский уезд в районе 20 тысяч жителей сейчас максимум. А тогда было в 7 раз больше. Что мы увидим здесь в Смоленской или Московской? Какой год? 1924 год. 1924 год. Вот прям 100 лет назад. Всего 90 лет назад приезжаю я в Дорогобуж, рассказывал вам, замерз как француз, они именно там замерзли в первый раз. Французы в Дорогобуже. Приехал я, пришел в музей Читаю. В Смоленской губернии плотность сельского населения в 1870-80 годах была 74-80 человек на квадратный километр. А емкость угодий, то есть земля, которая может прокормить, была всего лишь 50 человек на квадратный километр. То есть избыток населения на целую четверть, даже на 50% избыток населения. А сейчас какая плотность, знаете, в Смоленской губернии и в Можайском районе? Три человека на квадратный километр. Три. А они горюют. Так радоваться надо. Через 20 лет будет 30, 40, 50. Через 20 лет все изменится. Просто придет новая жизнь, придет так же, как в Чухлово она пришла после 1874 года, так же, как она пришла в Курляндию, Лифляндию после 1740 года. И вот эта волна, она, это наша особенность. Вызвана она политическими и экономическими причинами. Но эта волна, мы видим ее, вероятно, она была и в в 14-15 годах. В веках. Извините, да, в веках. Ну, косвенным примером этого является что? Вот Казань выступила против московитов, хотя признала еще 30 лет до того в остальную зависимость, да? Поскольку московиты ослаблели, Иван IV пошел на Казань и, наконец, ее окончательно взял. Из Казани вывели 200 тысяч пленников русских, условно говоря, русских. Ну, то есть вернули в московское княжество, государство. А 100 тысяч не захотели возвращаться. Они были там, значит, 300 тысяч, было там пленников. Они там жили, это мы все, мы все одни и те же. Есть еще данные, связанные с тем, как было организовано полюди в 14-15 веках у князей. Она тоже, похоже, говорит о том, что и тогда были эти циклические процессы. Может быть, частью они были вызваны какими-то климатическими изменениями, как это ярко проявилось в Скандинавии в 8-9 веках, да? Когда численность населения резко возросла, и вынуждены были лишних выбрасывать наружу, викинги. А также и у нас ведь, мы же тоже север, у нас численность населения в те годы быстро нарастала. Почему нам понадобилась, кстати, государственность-то очень быстрая, так людей-то стало слишком много. Нужно было решать вот эти проблемы, проблемы территориальные. Когда каждый борется за клочок земли, и каждый готов раскроить спину или голову соседу, то нужен князь, который будет наказывать. Вот мы видим два этих процесса. Процесс разбегания и волновой процесс. Как они наложены друг на друга? Мы сейчас пока не знаем. Мы только фиксируем, что так было. И так, может быть, и проходит. Но представьте, что это ведь интерференционный процесс такой, да, вот она волна. Волна движется, и в то же время там, как бы сказать, с одной стороны идет волна, качается, да, а с другой стороны, как брошенный камень. Камень бросился, и идут всплески, идет разбегание людей. Люди разбегаются по окраинам, заселяют эти окраины, их плотность нарастает, приходит туда государство, и снова плотность проваливается, и снова они уходят. И вот этот, вот это интереснейший процесс, который, честно говоря, в комплексе никто никогда не исследовал. Вот эта интерференция. Она имеет, почему я это в виде первого тезиса стал обсуждать, она имеет непосредственное отношение к нашему новому образу жизни, потому что вот тот период советский, к которому мы привыкли, который мы знаем, который зафиксирован в культуре и в наших стереотипах, наших представлениях, в нашем менталитете, это представление о плотном, индустриальном, организованном, привязанном к производству, к заводу, к сомхозу, к фабрике, по образу жизни. Способ жизни экономически детерминированный. Но сейчас этот процесс ушел. Мы ушли, как бы сказать, в этой динамике мы уходим от того, к чему мы привыкли. И мы думаем, что это привычное нам, знакомое нам, оно и должно быть. Это естественно. Но объективно этого уже нет. Следовательно, нам придется смиряться с тем, что все изменится. Вот это первый тезис, который, мне кажется, является подоплекой, именно вот так, подоплекой всего того феномена нового образа жизни, который мы сейчас будем наблюдать. Потому что без него этот новый образ жизни не сформируется случайно и не примет массового характера, не станет очевидностью и обыденностью. Второй тезис. Это два разнонаправленных процесса, которыми свидетелями мы являемся. Эти два процесса на самом деле не являются уникальными для последних 20-25 лет. Предпосылки их и даже развитие этих процессов мы наблюдали. Но они определялись как бы разными факторами, детерминировались и определялись разными причинами. Эти процессы. Первый процесс, обозначу я вот так, это город, а это село или местное общество. Мы наблюдаем движение в город массового отходников. Это было. Это было 400 лет. Особенно массово это стало после 1850-х годов, середины 19 века. Ее приобрело настолько массовый характер, что у нас 13-15 миллионов отходников было в городах. Почему Москва меняла так численность свою с 4-х миллионов до 2-х миллионов внезапно? Да потому что половина населения были крестьяне, отхожие. Между прочим, маленький факт, который наверняка не знают коренные москвичи. Все нынешние коренные москвичи – это потомки отходников, поселенных здесь после 1931 года. Собственно, коренных москвичей всех выселили, осталось около 100 тысяч всего лишь человек после 1931 года. Представляете? Так вот, отходники. В Москве у нас сейчас, по словам Собянина, нашего мэра, 6,5 миллионов трудоспособного населения и с 12 и 13 миллионов жителей. Но он не сказал или, может, даже не знает, что еще 5-6 миллионов работников в Москве существует. Сейчас, может быть, меньше последние полгода года, но год назад было 6 миллионов еще невидимых работников, которые подметают улицы, которые охраняют супермаркеты, торгуют на рынках, в магазинах, нянчат гувернантками, уборщиками, водителями, бомбилами. И всем прочим, грузчиками, на заводах, на фабриках, везде. Их 6 миллионов неучтенных. Вот я, например, кто? Я 10 лет живу в Москве, я неучтенный, я отходник. Меня нет в Москве, я есть в высшей школе экономики, я там служу, но меня в Москве нет как работники. Мы это вырешим потом, а то иначе нет, а то иначе будут проблемы. Проблемы, я не думаю, что будут проблемы. Если это не было проблем, так вот это процесс, которого не было в советское время, поскольку в 1931 году введение паспортной системы временно в четырех столицах и, как бы сказать, организация сезонников, то есть через биржи труда начавшаяся коллективизация, индустриализация перевела сезонников либо в колхозников, закрепила их там, где они остались у себя дома, либо в рабочих на заводах крупных городов, либо на территориях, например, Комсомольск-на-Амуре, или какие-то новые стройки века, Донбасс, Комсомольск-на-Амуре, да кто угодно, тот же самый Новосибирск, куда двигались сотни и даже сотни тысяч этих людей. И отходники после 1931 года исчезли. Мы про них забыли, мы знали только какую-то маленькую часть этих людей в виде шабашников, там разных мелких артельчиков, строителей, копали золото, строили фермы и так далее, но это были мизеры. Я не буду на этой теме останавливаться, потому что эта тема для меня надо часа на четыре. Сейчас, в последнее время, мы видим картину, когда 15-20 миллионов отходников в стране есть. Вот сейчас мы только что, буквально она уже опубликована, книжка на английском языке, «Wandered workers», это блуждающие работники, где мы показали, вот она динамика отходников в России. Вот если мы берем стройки века Петра Великого, а это число отходников, вот у нас 15 миллионов, то картинка примерно следующая. Вот она поднялась, вот 1931 год, и вот сейчас такая картинка, вот мы видим, что сейчас у нас гигантское количество, гигантская армия отходников в крупных городах. Она состоит из нескольких категорий по-разному, но очень важно, что эти категории по-разному организованы, но очень важные категории. Самое важное, с моей точки зрения, самых важных две категории, ну, скорее даже три-четыре. Одна, с точки зрения политической, важная категория – это дальнобойщики. Три-пять миллионов прекрасно организованных людей по всей стране, это трудармия, связанных между собой. Вот я собираюсь провести специальные исследования дальнобойщиков, но я уже с ними поработал, это впечатляет. Вторая категория – это охранники. Я к ним скептически и плохо отношусь, но эта категория – это два-три миллиона мужчин, довольно активных, но бездельников, но это обученные охранники. Третья, в другом смысле важная категория – это самодеятельные предприниматели, переставшие быть местными мелкими предпринимателями, ушедшие в тень и занявшиеся самодеятельной активностью в крупных городах. Они строят срубы, они строят дороги, они строят на стройках заводы, работают на заводах. Это профессионалы, это ориентированное на благосостояние, на стабильность людей. Это потенциал государства, о котором государство не ведает совсем, а это не менее трех миллионов мужчин. Это еще и множество профессионалов среднего уровня, медсестры, учителя, культработники, которые работают гувернантками, нянечками, уборщиками у многих довольно обеспеченных людей в крупных городах. Они важны не в том плане, что они обеспечат работой, в том плане, что создают новую культурную среду для будущих наших граждан. Они же выращивают и воспитывают детей этих новых русских или состоятельных русских. Они внедряют под спутной и из-под гульновые стандарты. Совсем не те, что внедряли стандарты в начале 20 века, те отходники, которые возвращались в село. Они что приносили в село? Водку, курение и мат. Это главное. Ну, ясно, что шали жене, сапожки дочери, сыновьям пиджак, но главное, что они принесли, это водка, питье, это курение, табака, это мат. То есть развал самобытной, спаянной, солидарной культуры. Плюс они принесли в село потенциал революционных изменений. Они же люмпины, в городах были. Они принесли туда идеологию большевиков, кадетов и всех прочих, кто был потенциалом всех революционных преобразований в селе. Отходники. В каждом селе, на всей территории Европейской России, исключая Сибирь, были отходники в каждом селе. Кстати, кто были теми самыми, как сказать, боевиками, солдатами революции в Сибири? Китайцы отходники. Тоже отходники. Их тогда называли отходники, но сейчас их бы назвали гастарпатером. Вот это потенциал революции. Об этом писал Ленин. Про это забыли и не читают. А он про это писал. И местные кадеты когда-то тогда, еще в 10-м году, в 5-м году писали. Ребята, обратите внимание. Это потенциал вот этих самых революционеров-большевиков. Они будут делать революцию. Они ее сделают. Правда, сейчас нынешние отходники, они другие. Они обратные. Это потенциал социальной стабильности. Ну, опять, я ушел, увлекся. И обратный процесс, который мы наблюдаем, это процесс из городов. У нас всегда были дачи. В 19-м, 18-м даже веке были дачи. Но дачи были у обеспеченных людей. Университетский профессор выселялся на лето из своей 5-7-комнатной квартиры. Туда заселялись студенты на лето, а сам он ехал на дачу снимал. Вот Нижний Новгород в 1880-м году там жило 60 тысяч жителей в Нижнем Новгороде всего лишь. А на дачу уезжало до 10 тысяч. То есть практически получалось 2 тысячи семей. Выезжало на дачу. Очень много. И эти дачные районы, они нынче включены в состав города, в территорию города, но они были обустроены. Более того, это был бизнес тогда. Но это был бизнес далеко не для всех, для обеспеченных. Но мы к этому привыкли, поскольку об этом писали писатели. Это был образ жизни дворян, заимствованный, может быть, из 12-го века, из полюдья. Они его заимствовали, потому что как только дворян освободили после 1763 года, что им пришлось делать? Их освободили от государевой службы, от воинской службы. Они вынуждены были уехать в деревню, либо остаться в городе. На что там делать? Так, делать нечего. Поэтому налет они в деревню, на зиму они в город и вот так туда-сюда мотались. То есть наша идеология дачной жизни, жизни в деревне и в городе на два дома, она давно сложилась. Но массовый характер она стала приобретать в поздние советские годы. А когда в начале 90-х годов случились те известные процессы, то ведь значительное число людей решило переселиться в город, уехать. И у нас, так сказать, к тем 70 миллионам человек, которые оценивают как люди, имеющие дачи где-то помимо городов, добавилась еще группа людей, которые стали выселяться постоянно в деревни и города. А с начала 90-х годов появился новый процесс разрешения, после разрешения приобретать дома, многие горожане стали покупать дома в городах и в селах. И у нас теперь, возможно, не менее 70% всех горожан из крупных городов имеют дома в собственности, в городах и селах. Мы знаем, что в окрестностях 300 километров вокруг Москвы, 300 километров вокруг Питера все скуплено горожанами. Но это же мы наблюдаем и в Новосибирске, и в Екатеринбурге, и во Владивостоке. Везде одна и та же картина. Везде горожане осваивают сельскую местность. И мы видим два разнонаправленных процесса. Массовый процесс выезда временного или постоянного горожан в село и обратный процесс временного выезда отходников в город. Тут у отходников дом, хозяйство, жена, дети, школа, корова, картошка. Тут он на зеленке, тут он живет, тут он благоденствует, рыбалка, друзья. Ну и деды лежат с бабушками на кладбище. А тут у него только работа. И горожане в этой ситуации им не дополнительны, а они составляют как бы и ноль по смыслу, содержанию процесс. Тут у них дом и работа. А тут у них радость жизни. Тут они грибы собирают, рыбачат, тут они дышат. И немалое число из них потихонечку переселяются сюда. А переселяются они тем быстрее, чем изменяются условия жизни. Вот буквально три дня назад одна моя московская знакомая, которая живет с семьей в Калагрии постоянно уже лет пять. Муж у нее компьютерщики, работает он где-то в Бостоне или в Сиэтле. Неважно, но сидит он в деревне один. Коней выращивает, куриц выращивает, мы покупаем у него яйца. И жена у него там. Эта жена приходит к нам в дом и говорит, неправильно вы живете. А вы устроили жизнь по городскому, у вас туалеты даже два, у вас тут баня, вы живете как будто в городе живете. А я говорю, как надо жить-то? Надо, наверное, горшок иметь в этих самых лопухах, надо, наверное, пахать на этом самом сахой. Ну, наверное, да. Так, то есть целый ряд людей переселяются в деревни совсем для другой жизни. Может быть, их называют иногда дурацким словом дауншифтеры, но они не дауншифтеры. Вот тот же самый муж этой моей знакомой, она не снизила своего статуса. Она работает так же в доме искусств, как она работала в Москве, и она раньше работала. А муж ее вообще никак не поменял, уровень, свой статус, свою работу. И я не поменял, хотя там живу. То есть мы не дауншифтеры, а мы совсем другие. И вот этот процесс, это как раз процесс, вот этот взаимообразный круговорот из двух составляющих, разных по природе, разных по целям, разных по последствиям, этот процесс приводит к появлению нового образа жизни, прежде всего вот здесь. Новый образ жизни на тех незаселенных, якобы, с нашей нынешней точки зрения, провальных территориях. Потому что здесь появляются люди нового качества, нового способа, нового образа жизни. К чему привыкли? Мы привыкли, что мы, мы привыкли к индустриальному способу жизни. Мы живем при заводе, при фабрике, при совхозе. При офисе. При офисе. Ведь в индустриальные времена, особенно в советское время, особенно после 30-х годов, это стало нормой жизни. В каждом районном центре должен быть гробообразующее предприятие, фабрика, совхоз. И там должны быть поселены люди. В каждом городе должен быть в одном районе завод и тут же спальный район. Посмотрите, яркий пример. Хабаровск, Комсомольский, Нурай, еще более яркий. Новосибирск, Томск. Да любой город. Любой. И в любом районе страны мы видим одну и ту же ситуацию. Люди привязаны к работе. Плюс они были закрепощены не только работой к территории. Ведь мы до сих пор, не знаю, не ведая этого, но закрепощены чем? Мы закрепощены до недавнего времени были системой медицинского обслуживания. Точно? Ну сейчас нет. Да, но это буквально вот годы. Это как раз яркий пример того, признак того, что идет процесс, незаметно для нас идет процесс. Мы закрепощены были системой образования школьного и даже профессионального привязаны. Но и больше всего мы были закрепощены квартирной крепостью. Ведь вот даже так называемый подоходный налог, который мы платим, это же ведь квартирный налог 1924 года, который потом стал называться подоходным налогом. Просто в советское время мы не стали платить за квартиры, за жилье, но поскольку их надо было содержать, ввели квартирный налог, но назвали его подоходным потихоньку. И вот теперь мы платим этот налог. Но квартирная крепость, она может быть сейчас наиболее существенна. Сейчас может быть менее существенна крепость работой заводом и офисом, менее существенна крепость социальными различными, так сказать, поддержками, формами поддержки, а более существенна крепость жильем. Потому что у нас нет арендного жилья, у нас нет социального жилья, у нас нет возможности быстрой продажи и, ну что ли, такого жилья, правильной и грамотной ипотеки у нас нет. В результате мы все привязаны жильем к каким-то точкам. И более того, у нас имеется психология привязки к жилью. Посмотрите, как люди в стране, во многих городах страны, я не говорю про сельскую местность, во многих городах страны смотрят до сих пор, до недавнего времени смотрели на Москву, как на место обетованное. Мы сюда мечтаем приехать, купить квартиру и жить здесь. Ребята, так здесь же грязно, здесь противно, здесь плохое жилье, здесь невозможно дышать и жить, здесь дрянные продукты, питание, здесь все плохо. Но выходите сюда, почему? А потому что менталитет такой, потому что считалось, что здесь с советских времен, что здесь хорошо, да здесь плохо. Но люди об этом не думают, люди по-прежнему мчатся и рвутся в Москву и думают, ну или в областные города. Они покупают квартиры, те же отходники, заработавшие деньги, они покупают квартиру, если не в Москве, то в областном городе у себя, чтобы их дети жили, чтобы было, как бы сказать, было что-то, был какой-то капитал. Да это не капитал, это рухлядь, даже хуже, чем рухлядь. Это то, что сгниет быстрее рухлядь. Но менталитет остался. Менталитет привязки к крепости. Если жилье, то должно быть свое. Арендное жилье. Сколько у нас арендов жилья? Да, до процентов 10-15 населения всего лишь в России. У нас самая, как бы сказать, самая высокая доля собственников жилья, чем по сравнению со всем миром. Такого количества. У нас до революции в России 98% людей снимали жилье в городах. Они были не собственники, а арендаторы. А сейчас скорее наоборот. То есть приезжающие снимали жилье, а в основном все собственники. Это квартирная крепость, это очень важный фактор. Но он в большей степени психологический, чем экономический. Потому что аналогичное жилье в том же Калагреве у нас с Михаилом Игоревичем гораздо качественнее, гораздо приятнее, удобнее, комфортнее по всем показателям, чем это же аналогичное жилье в Москве. Да, офисы у нас здесь, но у нас при этом появляется новый способ жизни. Я ведь теперь могу работать в том же сиятеле, как этот мой знакомый, и сидеть у себя в Калагреве. Вот сейчас нам провели интернет, эту волоконную связь. Я сейчас могу сидеть в бане с веником, в рубашке и галстуке перед телевизором и читать лекцию студентов, сидя в бане. Или где-то на веранде попивая пиво, выдавая ее за чай. У нас теперь онлайн лекции. И что? Следовательно, я получаю удовольствие, прочитавши лекцию, не выходя из бани, из своего кабинета, и при этом я получаю... а деньги-то я получаю по карточке там же, в Калагреве. Я теперь не привязан к работе. Я... и таких людей становится все больше и больше. С одной стороны, я не привязан к работе. С другой стороны, таких вот как я, как мы, нас становится все больше и больше. Конечно, это еще не критический уровень, но нас... но мы уже имеем значение. К нам начинают прислушиваться. Прислушиваться даже не только потому, что мы строим иначе дома, мы уже не используем так называемые современные технологии, а мы знаем, как надо правильно обустраивать наши дома. Мы начинаем иначе вести семейную жизнь и оказываемся образцом для подражания местным, потому что мы, у нас другие стандарты и цели репродуктивного поведения, ориентированные на безрядное количество детей и на их, так сказать, эффективную социализацию и оккультурацию. Они другие, чем у соседей. И эти соседи начинают усваивать наши, перенимать наши стандарты, наш образ жизни. Мы приносим туда новые модели жизнеобеспечения, которые начинают усваивать местные жители. Вот в деревне Угоры, недалеко, всего 120 километров, 500 километров от Москвы, местные жители, благодаря тому, что там сотни профессоров из Москвы живет, временно, конечно, но некоторые и постоянно, местные жители, некоторые из них научились зарабатывать деньги через интернет. Их научили, они освоили. И теперь, например, некоторые молодые девочки, школьницы, зарабатывают рукоделием своим и продажей изделий через интернет больше, чем оба родителя вместе взятые. Это новый способ жизнеобеспечения, который совершенно был совершенно незнаком для тех мест до недавнего времени. Но есть еще те способы жизнеобеспечения, которые мы усваиваем у местных жителей и как бы преобразуем их, проявляем их в новом качестве для тех же местных жителей. Например, повторюсь, вернусь в некотором смысле. Чем живет наше общество российское? У нас, я уже говорил об этом, но повторю, у нас имеется уникальный ресурс, которого нет нигде в мире. Этот ресурс леса, это древесина, четыре пятых которых идет вне официальных, как бы сказать, путей. Это дикоросы, это мхи, смолы, коры, самые разные продукты леса, самые разнообразные. Значительная часть населения живет за счет этих ресурсов и обеспечивает себя гораздо эффективнее, чем обеспечивает государство, их соседи, бюджетников, которые сидят, получая жалования, будучи бюджетниками, то есть врачами, чиновниками, учителями, культработниками и прочим. Они гораздо больше получают этих продуктов, используя эти ресурсы, лес, река, море, вот наши ресурсы, а мы новые жители, мы ведь приносим туда, этим людям, новые способы преобразования этих ресурсов. Так же, как мы приносим новое знание о, новые правовые практики, новые умения и новые отношения с властью, которым учатся у нас эти местные жители, так мы приносим новые стандарты, преобразуем новые, прежние их способы жизнеобеспечения, преобразуем. Вот он вынес грибы или ягоды, вышел на дорогу и продает их. А мы научили его сушить эти грибы и ягоды, варить варенье, перерабатывать и продавать в Финляндию. Во Владимирской области один мой знакомый бизнесмен еще лет 15 назад начал червяков выращивать. И так развился, что он сейчас очень эффективно этим занимается. Он продукты леса, никому не нужны червяки. Он переработал, преобразовал. Ведь у нас по сути множество грибов, которые собирались когда-то и собираются сейчас, перерабатываются. Вот только что я узнал ситуацию в той же Костромской области. Есть несколько изолированных поселений. Монахи из Беларуси делают, так сказать, выездные сессии, строят скитли и заготавливают грибы сами и у населения. Заготовившие эти грибы, они их увозят, перерабатывают в Беларусь и эффективно продают. Или в том же самом московских монастырях. Вы же покупаете иногда грибы вот тут же в этих монастырях. Откуда они? Да они привезены из лесов. Это новые способы использования ресурсов. Новые способы. Есть новые способы использования ресурсов той же древесины. Например, мы все больше, как бы сказать, все интенсивнее переучиваем местных жителей на иное хозяйствование. Например, я уже научил двух моих знакомых, которые занимались изготовлением различных поделок из дерева. Они стали работать с мебелью. Они стали производить деревянную мебель. Оказалось, что это очень востребовано, что это модно. И все больше и больше людей начинает усваивать новые, что ли, стандарты потребления. Чистая деревянная натуральная мебель. Натуральные окна, натуральные стены. И это распространяется с приходом городских жителей в деревню. И сами деревенские жители начинают воспринимать эти стандарты. Вот опять же уезжая позавчера из Калагрива, я разговариваю с москвичом, который приехал туда пять лет, поселился в деревню, начал выращивать гусей, потом овец, потом многое чем занимается, очень активно сад выращивает. Он меня спрашивает, а где ты живешь? Да, я говорю, вот я там живу. А, это там, где красивые ворота в старинном стиле. Да, красивые ворота. И уже трое местных жителей строят ворота по моему образцу. А мой образец это 19 век. Они воспринимают эти стандарты, про которые они забыли когда-то. Они усваивают новые стереотипы, новые отношения. Они усваивают новые экономические практики, новые, опять же повторю, правовые отношения. Потому что мы учим их, как надо правильно взаимодействовать с властью. Как надо выстраивать отношения с этими носителями власти, с теми же прокурорами, с судебными приставами, с земельными комитетами. И они этому учатся. И вот именно то, что мы приходим туда, мы становимся ядрами консолидации или ядрами кристаллизации. Мы формируем новый кристалл жизни. То есть совсем другая жизнь, при том, что она незаметно изменяется для самого местного общества. Мы же ведь ее не разрушаем. Мы внедряемся в нее. Мы начинаем вживаться. В некотором смысле мы песчинка грязи, которая попала в устрицу или в перловицу. И перловица нас обволакивает. Мы становимся внутри, снаружи-то жемчужина появляется, но эта жемчужина – это новый образ жизни сельских или, лучше сказать, местных сообществ. Мы такие ядра консолидации. Мы создаем новое. А это новое оказывается гораздо более привлекательно, чем городское. Потому что в городе нет зеленки. В городе нет друзей, с которыми на любалку зимой и летом ходишь. В городе не поохотишься. Ты не посидишь с друзьями в бане так, как надо. Потому что в бане-то надо пойти туда, в Сандуны, а там не так уж хорошо, как на самом деле. Там можно иначе работать, работать на себя и с удовольствием. И вот этот новый образ жизни мы создаем. Сейчас он крохотный и незаметный. Сейчас из города, с сознанием индустриального человека, который считает, что вот здесь все, здесь культура, здесь центр работы, культуры и всего прочего, здесь развлечение. Конечно, это воспринимается как, ну, в лучшем случае, маргинальность. А вообще говоря, большинство считает это некой аномалией. Блажей. Блажей, да, блажь, конечно. Но, тем не менее, я считаю, что это придет, и причем это может прийти внезапно, как когда-то, в 24-м году, внезапно пришло. В 22-м году в селе села пустили еще, а в 24-м уже все пришли туда, потому что большевики же дали землю. Кто первый взял землю? Отходники из городов. Они ухватились за этот декрет, и они с ним прибежали и взяли эту землю, отобрали даже у сельского мира. И, ну, правда, очень скоро они поняли, что этой землей распоряжаться трудно. Ну, там им и помогли еще после 29-го года. Но главное, вот читая их, главное, что это были годы удивительного благоденствия. Читая в том же архиве Калагриевском письма вологодского крестьянина в город Вологду, какому-то своему соседу, который зафиксировал один из краеведов. Когда лучше всего было нам жить? Нам было лучше всего жить в гражданскую войну и до 28-го года. Потому что законов нет, власти нет, ты сам себе хозяин, и ты живешь по своим законам. И все здорово. Это были лучшие времена для селя. Ну, про это забыли, конечно, все. Наконец, четвертый тезис. Чистая спекуляция, я уже частью это сказал. Экономические последствия. Какие могут быть экономические последствия? Это новая экономика на местах. Это не та экономика, про которую говорят губернаторы, в том числе губернатор Костромской области. Я слышал, слушал его и горевал, скрушался. В том числе почти все губернаторы, все аналитики, сидящие в областях, пишут об одном и том же. Восстановить индустриальную экономику по образцу советского времени. Это невозможно, во-первых. Во-вторых, это не нужно, потому что эта экономика уже ушла. Это все равно, что предлагать восстановить трехпольную систему. Сейчас. Что в ней плохого? А? В ней плохого ничего. Но когда людей немного, ней хорошо. А когда людей много и не хватает, она не имеет права на существование. Представьте, в Китае трехпольную систему или во Франции. А 300 лет назад от нее отказались. Это появление новых моделей жизнеобеспечения, моделей жизнеобеспечения, которые будут замещать аналогичные, развитые и привычные нам в городах. Мы привыкли думать, что это городские модели жизнеобеспечения. Нет, они могут быть услуги, они могут быть и здесь развиты. Это может быть новая форма производства, в том числе сельскохозяйственного производства. Причем, вот я когда-то в Чухломе сделал такой небольшой анализ, который вызвал резко негативную ко мне реакцию, так что местная власть даже запретила моим студентам там появляться. Когда-то я просто провел анализ, очень простой. Это середина 2000-х годов. У нас в средней полосе, в той же нечерноземной зоне, у нас появлялась... Сейчас, ну может быть сейчас больше, но вот 10 лет назад, 10-8 лет назад, нагрузка на пашню составляла 3 трактора на 100 гектаров. В Европе в среднем 30 тракторов от 50 до 28 тракторов на 100 гектаров. Представляете, какая нагрузка? В 10 раз меньше. А что это значит? Эта структура почвы сохраняется, она не разрушается. Нет удобрений химических. Чистая земля. При этом, вот представьте, средняя продуктивность у нас в нечерноземной зоне примерно 7,5 центнеров с гектара. В среднем на круп, не важно, что это, овес, рожь, пшеница. А в той же Европе 36-40 центнеров с гектаров. В среднем, если брать разные территории. Эти 28-30 тракторов собирают столько зерна и сколько наши собирают. Так вот, оказывается, в пересчете на один трактор, наш трактор за сезон в 5-6 раз больше зерна собирает, чем европейский трактор. То есть интенсивность использования трактора у нас в 5-6 раз выше, нежели в Европе. А нагрузка на почву, соответственно, в 10 раз ниже. То есть есть какие-то особые отношения, особые новые формы производства, которые представляют, наверное, ценность, особенно для загрязненных территорий, для Европы, для тех же штатов, для крупных городов. То есть это экологичное питание, или чистое, условно говоря, питание. Это проживание в таких зонах, которые давно уже не загрязнены, давно очищены. Ну и, соответственно, это выращивание или воспитание детей в гораздо более комфортных социокультурных условиях, чем в крупном городе. Здесь все знакомы между собой, все поддержат друг друга. Вы не боитесь отправить детей через весь город, даже вечером. Учителя всегда содружественны, а школьники в классе тоже содружественны. И в детском саду тебе подскажут. Это очень важный момент, особенно для раннего воспитания детей. Но тут есть еще один фактор, который мы когда-то обсуждали. Это фактор, что тебя всегда поддержат. Ты всегда будешь иметь локоть поддержки в любых условиях. Получишь ты поддержку на лестничной площадке в московской многоэтажке, неизвестно. Может быть и нет, а чаще всего нет. А там ты знаешь, что даже знающий тебя через десятые руки человек знает, вообще говоря, каждая семья знает практически всех. Я это специально проверял. Так вот, тебя поддержат. Я это много раз уже убедился. Люди знают, знают приезжих и своих, знают не просто в городе, в том же маленьком городе Калагрии, они знают и в соседних городках. То есть все друг друга знают. Там нет чужих. Там все свои. Не важно, что это узбеки, которые там живут и женились, они тоже свои. Важно, что все находятся во взаимосвязи и во взаимной поддержке. И вот эти архаические элементы социальных отношений, которые сохраняются и поддерживаются, может быть наиболее ценны для этого нового образа жизни. Я уже так или иначе обсуждал и социокультурные элементы, а вот политические последствия. Чем, с моей точки зрения, интересны политические последствия? Я мельком об этом указал, что Ленин специально обращал на этот момент внимание. Отходники – это потенциал нас, наш потенциал, это наша трудармия. Сейчас мы можем говорить, что отходники в города – это как раз потенциал стабильности для государства. Это важнейший компонент общества, на который как раз государство и должно опираться, как на людей, которые будут являться основой обеспечения стабильности. Государству не надо опираться на пенсионеров и на бюджетников, на рентное население. Им не надо увлажать молодежь. Это все пустое. Это все из области устаревшего индустриального стиля мышления. Когда нам казалось, что нам надо, как говорил Бисмарк, пододвинуть корыто, чтобы превратить человека в свинью. Ну, превратили мы в свинью, в свиней, людей, но они-то требуют все больше и больше подачки. А эти люди самозаняты. Они сами находят себе работу. Они сами предлагают свои услуги. Они приносят домой средства, которые достаточны для того, чтобы вырастить детей, обучить их, воспитать их, обустроить дом, хозяйство и жену отправить в Турцию или в Египет. То есть они ориентированы на стабильность и прочность жизни. Это очень важный момент. А про это почти никто никогда и нигде не говорит. Я могу сказать, что я не знаю других, кто говорит, кроме меня об этом. Но это очень важно. Вот она, трудармия. Но трудармия не в том смысле старом, революционном, советском, а как раз трудармия, которая обеспечит поддержку государства, если государство обратится к ней как к важному действующему агенту. И политическое значение тех новых людей, вот нас сюда. Мы же ведь приносим новые стандарты жизни, новый образ жизни. Но мы приносим не тот образ жизни, то есть не те стандарты, которые приносили отходники сто лет назад. Мы не алкоголь, мат и курь его приносим. А как раз мы приносим, в некотором смысле, мы возвращаем к забытым архаическим корням тех жителей, насельников местного общества, которые либо были изъяты из этого, либо забыли об этом. Мы в некотором смысле культур-треггеры не внешних стандартов, а культур-треггеры исторической памяти. Вот этот момент, ну, тоже крайне недооценивается. Мне он кажется очень важным. Мы им приносим то достояние предков, о котором не надо забывать, потому что оно, ну, оно целесообразно, хотя бы потому, что оно целесообразно. Ну, собственно, вот, извините, что я долго слишком говорил. Наверное, и закончим. Спасибо огромное. Я думаю, мы, наверное, вопросы не будем задавать, а просто сразу суждения. Михаил Игоревич нам присоединился. То есть тут калагрифские, просто можно сказать, против московских. Значит, тогда, коллеги, я вот чувствую у Алексея Алексеевича, глубокое мысль, какое-то другое восприятие, да, про это? Алексей Алексеевич, очень интересно просто, да, ваше восприятие, потому что, мне кажется, оно во многом может противоположное просто происходящих процессов. Верно. Ну, начнем с того, что мне самому случалось хозяйничать в Смоленской области, я и по сейчас этим занят, и был я многодетным. И вот в эти самые девяностые годы, не имея никакого содержания, в каком-то году я уволился из старших научных сотрудников с окладом 84 рубля. Так вот, да, я вынужденно занимался там сельским хозяйством на расстоянии 300 километров от дома. Ну, я не могу сказать, что это успешно, целесообразно и разумно. То есть, если бы я сидел за компьютером, и куда-нибудь, извините, я просто эти названия американские, может, неправильно воспринимаю, и в какой-нибудь сэндвич писал бы какие-нибудь там эти компьютерные программы, получая за это хорошее содержание. Вот тут, конечно, и лес, и речка, и прочее. А когда вот так за 300 верст от дома горбатишься, и получается на деле так, что один с сошкой, а семеро с ложкой, а из этих семерых теперь кто там? У меня шестеро детей. Кто-то со мной и вовсе не общается, кто-то живет там за границей и со мной не знает. Да, все выросли вот на плодах вот этой пары рук. Поэтому мне очень трудно воспринимать все то, что было сейчас изложено. Трудно воспринимать хотя бы потому, что те отходники, которые были тут в городах, и были в Москве и прочее, это люди, которые уже не жили своим хозяйством, не жили землей. Почему они утратили землю, это другой вопрос, который тоже достоин того, чтобы быть разобранным. Но традиционная ценность – это жить от земли, жить натуральным хозяйством. И здесь жену не в Турцию надо посылать, а в пять утра поднимать и корову доесть. Я настоятельно рекомендую даже билетристику советского времени в этом смысле, почитать того же Абрамова, каков образ жизни. И здесь даже приблизительно не пахнет традиционными ценностями, которые будто бы туда в провинцию приносятся. Повторю, что традиционная ценность – это жить от земли своим трудом, натуральным хозяйством. А оказывать услуги, да и даже рассказы про монахов, которые откуда-то, куда-то приезжают, собирают грибы ими торгуют. Знаете, ряженых в нынешнем времени много. Монах – это тот человек, который сидит в своей келье и Богу молится. У него ничего нет, он дает Богу обет, не стяжание. Ну и впрочем, что тут обсуждать? Это не монахи, а торгаши, бизнесмены, дельцы, называйте как угодно. И считать, что здесь какие-то есть перспективы развития – нет. Так, 100 человек москвичей будет жить в этом самом коллагриве. Ну, кто-то в них подражание, ворота построит. Когда все ценности сводятся к тому, чтобы ходить с друзьями на рыбалку или сидеть в бане, а вовсе не возделывать землю и от нее жить, то тогда речи о возрождении земли, возрождении страны и каком-то там, извините, там самом, росте народа-населения, ну, просто речи, мне кажется, быть не может. Вот, возврат к традиционным ценностям, возврат к натуральному хозяйству, возврат к земледелию. Вот здесь возможно, да, это вот. Самые, что ни на есть традиционные ценности могу, хотите, ассоцированно, хотите, катонно, хотите, кого угодно делаю. Ведь никто из них в этот самый сэндвич по интернету компьютерные программы не посылал и жалований. Да и, кстати, читать лекцию – это ведь тоже искусство. За стаканом пива из своей бани по компьютеру читать лекцию. Как хотите, у меня немалый опыт чтения лекций, но, по-моему, это даже не профанация этого достаточно высокого и нелегкого искусства, а что-то совсем другое, не чтение лекций, подмена одного другим. Вот это подмена понятий, ценностей. Вот эту подмену я вижу повсюду, и поэтому на пункты дальше не распадаюсь. Подмена – вот это ключевое слово того, что сегодня я услышал, и того, что я наблюдаю своими глазами. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Юрий Михайлович, как-то прокомментировать? У меня нет слов прокомментировать, но я могу сказать только то, что я рад, что я вас спровоцировал. Я огорчен тем, что вы как раз не восприняли практически все те пункты, которые я говорил. Я ведь об этом, о всем том, что вы сказали, как раз специально говорил, но повторять второй раз я... Правильно, сэндвич не платит мне содержание, на карточку мне этот самый сэндвич ничего не переводит. Поэтому вот тут действительно надо всерьез подумать, а может быть там не трактор, и не на шестерых, на восьмерых человек работать, а на себя одного небольшого погреба хватит. Не уверен я, что традиционные ценности заключаются как раз в пахоте и лепке горшков. Я не про лепку горшков. И дойке коров. Это может быть совсем нетрадиционная ценность. Советую почитать Катона Старшего, Цицерона и других древних авторов. Там про эти ценности. А я со своей стороны готов поделиться имеющимися материалами. Где-то у меня даже компьютеризирована моя давняя-давняя лекция, что римляне понимали под упадком нравов. То есть все то, что излагается как прогрессивное, полезное и хорошее, это на самом деле очень давно всем известно. У меня тоже есть вопрос. Мы будем осуждение договориться. Да, ну вопрос осуждения. У меня вопрос. Осуждение. Вот Россия должна себя позиционировать как промышленная держава, как страна, которая летит в космос, делает самолеты, производит трактора и так далее. Вот тот способ жизни, который вы изложили, он для части какой-то маленькой людей получается. Потому что при таком способе жизни нельзя по интернету сделать ракету и послать ее в космос. Это просто мое мнение. Или сделать конкретно самолеты, какие-то машины, станки и так далее. То есть как вот, или вы не рассматриваете Россию как мировую державу при таком способе, волновом. Или как? Вот этот аспект вы не учли, просто нас это очень интересует. Мы все время говорим за промышленность, за первенство России. Или как вы это видите? Ну, я воспринимаю ваш вопрос скорее как утверждение, потому что вы начали с того, что Россия должна позиционировать себя. Да, да, но мировой державой. Вы в этом уверены? Да, я в этом уверен. Я же говорю просто о способе ее образа жизни, который распространяется. Вспомните, ведь Россия эффективно себя позиционировала, как мировая держава, используя совершенно архаические способы жизни. Шарашка. Знаете, что такое шарашка? Шарашка, понятно. Самое эффективное право. В шарашке какой процент населения был? Самое эффективное. Какой процент населения был в шарашке? Не все же были в шарашке. Не важно. На тысячная доля населения делает 90%. Все остальные ничего не делают. Они могут что-то производить, коров доить. А вот эти производят, главное. В шарашках произведено все основное у нас было в советское время. А где они были-то? В лесах? За колючей проволокой? В Темникове? В Мордовии? Это для какого-то процента населения? Нет, а мы не говорим о процентах. Это не важно. Проценты населения. Это вопрос жизни. Один человек может вытянуть все. И мы видим эти примеры в курсе места. От одного зависит многое. Так а когда тогда в село придут люди? Если вы говорите, что там волны, и вот скоро в село придут. Ну, эти придут. А важно ли это будет? Будет ли это иметь значение? А это мы не обсуждаем. Просто люди будут жить иначе. Просто пространство, точнее территория, населится заново, только населится иначе. И будут не скотину выпасать в этих пространствах, а может быть совсем другим заниматься. Может быть, сквачку строить на конях, может еще чем-то. Но иначе будут жить. Но это пространство снова обустроится. Только оно иначе обустроится. Посмотрите на Москву до пожара 1812 года. Как оно выглядело? Вы даже не представляете. Фотографий нет, а не представляете, как оно выглядело. Знаете, как выглядело? Вот как Дербент или Ташкент. Дувалы и уборные на улицу. И все помои выливаются в середину улицы. А дома стоят за высокими заплотами в глубине дворов, садов. А после 1912 года Москва совсем иначе выстроена. И мы привыкли уже к этому образу. Так вот после, например, 2025 года, может быть, Москва или Калагриев будут выглядеть совсем иначе. И мы уже привыкли к тому новому образу жизни. И нам будет странным смотреть на то, как... Вот как мы странно смотрим на старые фотографии Москвы с конями, этими самыми и пешими людьми. Мы уже сейчас в Москве мало видим пешеходов, да? Или в каких-то крупных городах. А ведь это типичный американский образ жизни, который нам был странен еще 10 лет назад. А сейчас мы уже в это вошли. Незаметно для себя. Поэтому просто будет другой образ жизни, другой. Ну, вы же знаете, вопрос меня смутил. Определение занятости. То, что образ жизни другой будет однозначно, потому что, ну, все уже хотят из Москвы. Так и способ жизни будет другой, в соответствии. Нет, занятость, которому вы предлагаете грибы сушиться. Вода откуда возьмутся хлебушек? Что, на 3D-принтере будем печатать? Это бруды, так что ли? Смотрите, четверть века на сад в Штатах было 4% сельхозфермеров. Сейчас в Штатах 1,8% фермеров. При этом, куда девать эту самую свеклу, кукурузу и прочую сельхозпродукцию, они не знают. У них перепроизводство. В Голландии уже 2% осталось, даже меньше фермеров. А совсем недавно было чуть ли не 10%. Но из этого следует только лишь то, что индустриальный метод в сельском хозяйстве неэффективен. Ничего больше. То есть фермерство как таковое неэффективно. На протяжении многих столетий, сколько люди живут на земле, повторю, они жили на земле натуральным хозяйством. Занимаясь не производством сельхозпродукции для продажи, а ведя свое хозяйство, что обеспечивало людям независимость. Не надо, не надо спорить с фактами. Времен оскольда и дира. Ну при чем тут не надо про оскольда и дира. Алексей Алексеевич, давайте просто поучим. Я понимаю, что они с истиной, другие без истиной, я понимаю. Ну потом, ладно? Потому что сейчас просто точка зрения, у Юрия Михайловича другая точка зрения. Но это хорошо, что у нас с саней. Нет, это не просто хорошо, это нам помогает что-то начать понимать. Потому что иначе ничего не поймешь, иначе можно это все в идеологии сплести. Кто хотел бы еще, пожалуйста, выступить? По интернету еще. Да, пожалуйста. Хотел бы высказаться. И Владимир Павлович Хрыков. Да, пожалуйста. Ну я, наверное, начну. Любите Александр. Юрий Михайлович, спасибо за исчерпывающую интересную информацию. Хотелось бы немножечко занизить вот этот тот высокий градус, который здесь возник. Меня немножечко интересуют в данный момент какие-то реалии Костромской области, Костромской губернии. Вот как человек, глубоко погруженный в тему, не могли бы вы немножечко рассказать о том, что же сейчас именно волнует жителей, что сейчас происходит. И мы многое говорим о национальной гордости, о национальной гордости россиян. Но есть и национальная гордость на, так скажем, в кавычках, малых родинах. Вот чем сегодня Кострома может гордиться и какие, может быть, вещи, на Ваш взгляд, не учтены в нашей программе о Костромской мечице? Спасибо. Я бы задумался даже ответить на такой вопрос, потому что сказать, чем Кострома может гордиться, я думаю, жители самой Костромы, наверное, гордятся совсем не тем, чем жители Судиславля, или жители Чухламы, или жители Шарьи. Очень по-разному. На мой взгляд, основанное на моем впечатлении, а я знаю практически все 24 района и большинство городов в Костромской области, у людей, живущих в этом регионе, как, впрочем, и во многих других, если не сказать всех регионах, есть дистанцирование между жителями города, города с большой буквы, то есть областного города, и жителями сельской местности, условно говоря, широко, то есть жителями малых городов и сел. Есть также дистанции между жителями деревень и районных центров, поэтому сказать, чем Кострома гордится, я также не могу сказать, а чем Новосибирскому может гордиться. Могут, может быть, представители власти чем-то гордиться, представители культурной, условно говоря, элиты или интеллигенции гордиться чем-то другим. Вот ответить на вопрос, мне кажется, я бы, ну, даже приблизительно не мог бы. Могу только один момент наметить, который мне кажется важным, но, может быть, вам или многим другим он покажется совсем несущественным. Этот момент заключается в следующем. Везде, не только в Костроме, везде жители малых городов, сел, поселков в действительности, особенно жители, коренные жители, аборигены, гордятся тем, что они сами производят. Но имеется в виду не пиломатериалы, не грибы, а что они производят в культурной сфере. Какие песни они поют, какие стихи складывают, как пляшут эти песни, играют. Как они, какие вышивки делают. И они везде, повсеместно, что в Башкирии, что в Приморье, что в Костроме, что в Бурманске, каждый год ждут тех местных праздников, когда они смогут свое пиво выставить, свою вышивку представить, свои глубинные короба или сани, показать остальным, мебель. И вот это для них важно, этим они гордятся. А гордятся они потому, опять же, моя точка зрения, она подтверждена исследованиями, но в общественном сознании отсутствует. Потому что реальная общественная активность на местах, в сельской местности, в нашем обществе очень велика. Она колоссальная. У нас в среднем на один малый город численностью в среднем от 3 тысяч до 40, 50 тысяч, в среднем это 15 тысяч жителей, приходится 6 общественных организаций, придуманных и созданными самими жителями для себя. Пеуни, танцоры, литераторы, стихоплеты, все прочие. 6, представьте, это примерно в каждом городе тысяча, две тысячи жителей, а следовательно, практически тысячи семей, вовлечены вот в такие культурные, культурно-общественные процессы. Эта общественная активность на самом деле важна для людей. Они об этом постоянно знают и думают. Я могу привести в Калагрию 5 примеров сразу. Так вот, а на эту общественную активность не обращает внимания ни наша интеллигенция, ни наши ученые, ни тем более наше государство. Чем занято наше государство? Оно ищет, где у нас гражданская активность, где у нас гражданское общество. Да его нет. Его нигде нет. Люди, которые связаны с какими-то гражданскими организациями различными, их всего в провинции 4%, по моим наблюдениям. 4% взрослого населения, которые говорят, что вот они в Совете ветеранов, в Совете этих самых матерей-фронтовиков или там военнослужащих и так далее. То есть в тех организациях, которые борются за ресурсы, распределяемые государством между ними, с тем, чтобы, так сказать, демонстрировать некоторую видимость активности. А вот те, кто сами создают общественные организации, они не борются ни за какие ресурсы. Они сами приносят эти ресурсы. Они их производят. И вот это у нас... Вы знаете, какой у нас потенциал? Перческий. Сколько у нас изумительных тверцов. Сколько у нас гениальных поэтов. Повсеместно, в каждом городе, куда вы не приедете, там везде краеведческий клуб, везде литературное общество. В каждом маленьком селе один-два десяток поэтов. А не говоря уже о вышивальцах и прочих. Вот этот момент, мне кажется, очень важный. Вот этим люди реально гордятся. И они повсеместно об этом говорят. Но ни журналисты, ни политики этого не слышат. И не хотят слышать. Потому что для них это не актуально, это не интересно, это не важно. Это же не пришьешь к каким-то нужным процессам. Юрий Михайлович, ну я, если можно, вот этот вопрос чуть в другой плоскости, с учетом замечаний Алексея Алексеевича Белякова, замечательного профессора тоже, и, в общем, человека, который речное мировоззрение двигает у нас в России с точки зрения важности и опорной инфраструктурности рек и так далее. Но я бы как вот, так сказать, вопрос задал, да, а не кажется ли вам, что вот ваши вот эти волны, да, как некие предметы исследователей, и их описание на самом деле является просто оправданием вот этих провалов в жизни страны, просто провалов, то есть деградация, обезлюдение, которое следует за этим, отказ государства от ответственности, не какого-то страшного государства, а элементарно управляется. Ну, то есть, как, например, урожение с чухлом и Александр Александрович Зиновьев, да, человек известный в любом случае, кстати, лауреат премии как раз таквиля, то есть социологический, ну, человек не чуждой социологии, скажем так, да, как бы там не относиться к его творчеству, потому что я восхищаюсь, и я бы не посчастливилось с ним быть знакомым, когда он приехал, вернулся в Россию, и вот он, собственно, как бы на это все смотрел, просто, ну, то есть, как говорить, что партийная номенклатура, в какой-то момент подумал, а нафиг вообще все это, мы тут с утра до вечера занимаемся тут, какие-то рабочие места создаем, еще что-то, да, да, у нас жены доллары не могут нормально иметь, нормально в магазины ездить, там, в Турцию летать и прочее, да пошло оно все по непопадам, надо вообще жить по-другому, пусть там население, как хочет, выживает в этих лесах, да, и все пусть зарастает все эти пашни этими лесами, а мы пока нормально конвертируем власть в собственность, приватизацию, погуляем, ну, потом, когда уже все разрушится там, либо все разрушится, либо придут какая-то новая власть, и все это начнет собирать. То есть не является ли ваше любование, как бы, вот, как я вот, в том числе, частично свой вопрос, но в основном пытаюсь вот интерпретировать восприятие, да, не являются вот эти вот волны, любование вот этим деградационным процессом, на самом деле, которое ничем, ну, в общем, позитивным не закончится, и те же вопросы культуры, они по большому счету, не факт, что они станут фактом большой культуры, будут трансфированы, а не просто в вымирающей деревне не вымрут с последней, так сказать, бабушкой и дедушкой, вот. То есть, поэтому не является ли на самом деле, тем более для вас, для профессора высшей школы экономики, в этом смысле, ну, как бы, такого, так скажем, мейнстримового института, да, то есть, как бы, человека, вы в этом смысле хотите, вы не хотите, я прошу прощения за это, но вы находитесь в таком классе привилегированном, новом, да, вот, у вас есть свои формы жизни, интересы и прочее, и все, но вы, как бы, по большому счету, отдаете на откуп, якобы, исследовательским процессам, процесс элементарный просто деградации, запустения, обезлюдения, мерзости запустения. Нет ли, вот, как вот вам, как вот, вам не кажется, что это просто вот еще, так сказать, идеологическое обоснование, вот этой мерзости запустения, а на самом деле не новый образ жизни, который, вот, он зарождается и даст новые какие-то тавочки? Ну, первое, не уверен, что нет, или да. Второе, не думаю, что это позитивно или негативно. Ни то, ни другое. То есть это есть? Это есть, это есть. Третье, это точка зрения Зиновьева, его точка зрения. Я так не думаю, не разделяю точку зрения, и даже считаю со своей стороны, что это, наверное, точка зрения, ну, скорее, отказа от интерпретации и понимания. Почему? Вместо аргумента приведу пример. Аргумент к тому, что вы сказали, по чиновнику, как бы сказать, восстановление мыслительных процессов чиновничества позднего советского времени. Возьмем смутное время перед ним. Кто решил отказаться от всего этого? Почему вдруг все провалилось? Почему вдруг пришлось обращаться к шведам и к полякам? Почему вдруг вся страна запустела? Ведь запустела. Причем никто не хотел этого, но запустела. И запустела так, что, в общем-то, пришлось восстанавливать. Что очень важно? Когда начали восстанавливать, что прежде всего восстановилось и стало доминировать? Ведь это запустение сопровождалось помрачением нравов, помрачением религиозного сознания. Беснование было везде. Попирали все святыни. То есть религия была просто практически уничтожена. Это современники пишут, это историки пишут. Это пьянство, разврат, полная социальная деградация, грабежи, убийства, насилие в самих деревнях. То есть сами жители друг друга уничтожали. И когда началось возрождение, что прежде всего, к чему оно привело в первые же 30 лет? Это рост духовности. Это началось восстановление духовности. Религиозное сознание стало подниматься. Причем это восстановление было настолько бурно и интенсивное, что народ не поспевал за этим. Народ не мог выдержать того напряжения, которое требовала от него, грубо говоря, интеллектуальная верхушка общества. Монахи прежде всего. В результате раскола. Именно результат этого напряжения нравственного, которое поднимало общество вверх, привело к церковному расколу. Потому что не поспевал народ, но он выстраивал. И вот мы смотрим в конце Алексея Михайловича, мы уже видим совсем другое население. Благочестивое население. Примерно такое же, как мы видим в начале, в конце правления Ивана IV. 100 лет спустя, перед, там, 40 лет, да? Но сказать, что это сознательно, намеренно, да нет, никто не хотел. Никто не хотел. Ни Борис Годунов, ни Федор, никто не хотел. Даже и сам Иван IV не хотел. Хотел ли Петр Великий, создавая молодую гвардию по образцу опричников Ивана IV, разрушение страны? Нет. А какой результат? То есть я думаю, что это процессы. Я тут же обращусь. Вот я читаю, у меня сейчас настольная книга, это Лин Юн Тан. Китайцы, моя страна и мой народ. Знаменитая книга, написанная в 35-м году, когда Китай лежал в руинах, общество развалено. А этот человек написал книгу о китайцах и предрек, что Китай восстановится и будет великим. Никто в это не верил. Тогда, 30-е годы, кто в это верил? Так вот, я читаю эту книгу и вижу, да это же описание 90-х годов России. Прямо один к одному. И то, что он описывает, какие провалы были, никто не хочет, но провал случился. Но мы не знаем, в чем причина. Может быть, мы сошлемся на то, что элита такая развратная, что вот это качество элит. А может быть, это что-то другое. Может, это качество населения. Не знаю. Хорошо. Кого-то вопрос еще, да? Хрюков? Владимир Павлович, у вас вопросы были? Да, добрый вечер, уважаемые коллеги. Добрый вечер, уважаемый готем-профессор. У меня два вопроса будет коротких. Значит, первый, по как раз концепции, которую вы изложили. Ну, во-первых, я в большинстве своем, конечно, с вами согласен. И вопрос отсюда. Вы все-таки говорите своей концепции о том, что данные переселения, они будут формировать новую элиту, которая, может быть, в какой-то степени и запустит вот эти окраины. И второй вопрос. Все-таки территориальное образование. Вы выступаете за некие малые формы, то есть, типа, деревни, поместья и так далее. Либо все-таки оптимальное в настоящее время, именно в 21 веке, это малые города. А первый вопрос, повторите, пожалуйста. А первый вопрос относительно формирования новой элиты из тех людей, которые, собственно говоря, переселяются вот в эти вот сельские территории. Потому что, господин профессор говорил о том, что как раз вот они переселяют, создают некий новый образ человека и дают некий пример для местного населения. То есть, по сути дела, он говорит о том, что они создают новую элиту. Ну, спорный вопрос, но вот я пока его концепцию понял так, да? А именно я это понимаю. Уступая культуртрейдерами, да? Да, я бы не сказал, что это новая элита. Я же не сказал, что мы песчинки грязи, вокруг которых формируется это новая местная, местные першие люди или белая кость. Элита мне не нравится, это про поросяк. А вот белая кость, это правильнее, наверное, или першие люди. Так вот, мы, да, мы чужие, мы для местного общества, мы грязь в некотором смысле. То есть, мы чужеродные элементы, но мы приходим туда часто как спесивые, богатые, но нас не рассматривают ведь как элита, потому что мы, конечно, можем повлиять на них, но в действительности то, они прекрасно знают, что мы ничего не можем с ними сделать. Даже если мы приехали туда на мерседесах с охраной, с большим количеством оружия и денег, все равно мы для них чужие и по большому счету никто. Но мы можем нашими усилиями, даже невольными, создать эту новую элиту. И они нами пользуются, кстати, причем эффективно пользуются, гораздо умелее, чем мы пользуемся ими. Они умнее пользуются нами, чем мы пользуемся ими, потому что они живут в своей среде. Они создают перл на основе нас, а не мы создаем этот перл. Мы просто внедрились туда. Мы пытаемся создать какие-то новые, точнее, приносим новые формы жизни и невольно преобразуем эту жизнь. Но не значит, что мы сознательно ее преобразуем. Те, кто сознательно преобразует, это предприниматели. Они приходят совсем иначе. Это другой сюжет, его надо обсуждать отдельно. Они приходят иначе, они разрушают эту старую жизнь, разрушают совхозы, разрушают рыболовецкие предприятия, например. В общем, всю ту инфраструктуру экономическую, которая была создана, они ее переделывают, перекраивают. Мы иные, мы жители, обитатели. Мы приходим со своими стандартами. Поэтому это естественный процесс преобразования новой элиты, но эта новая элита может оказаться на старой же почве, вырасти из старых. Причем я об этом когда-то даже специально писал и даже говорил. Поэтому в некотором смысле да, можно ответить на этот вопрос так. Именно да. Но только не мы сознательно это делаем. Мы соучаствуем. Мы страдательный элемент, мы, грубо говоря, мы мотыки и лопаты, которые местные жители используют для своих целей. нас привлекают. А в перспективе взаимоотношений с местными жизнями все-таки вот у вас как прогнозируется? Да, мы будем в составе местного общества. По крайней мере, я уже чувствую себя своим. Вот в том же самом местном обществе Каладрива или в других обществах, где-то я примерно знаю около 80 местных обществ в стране, я вижу, что там примерно от 1 до 5, иногда даже больше 10% новых людей, которых местное общество принимает в свой состав, включает, инкорпорирует. Я специально по этому поводу написал статью в прошлом году, она вышла в мире России, называется «Свои и чужие в русском провинциальном городе». Как раз я попытался сопоставить, кого считают люди своим, кого чужим, и кто же они эти чужие. Так вот, оказывается, где-то чужими считают узбеков и таджиков. В то же время они там семьи заводят. А в другом месте, например, в Смоленске, чужими считают совсем не узбеков, узбеки это свои, а чужие это немцы. А почему немцы? Потому что узбеки это же мы, это мы русские люди. Мы вместе воевали, а немцы чужие. А потому что это граница. Рядом немчина. Как это? Как раньше называли? Немчина, да. Это же удивительно. А в Сибири, может быть, да, узбеков посчитают чужими. Ну вот, очень разные, но чужих очень мало. В провинциальном обществе, в малых городах чужих 1-3%, даже меньше. Это очень небольшая доля населения. Почему я считаю, что малые города очень важны? Потому что местные общества имеют центрами малые города. Но само местное общество, оно не ограничивается границами города. Оно включает в себя, как правило, весь уезд. И нередко в старых границах уездных, а не в новых советских районных границах. И это местное общество, оно шире, чем малый город, но малый город является центром консолидации этого местного общества. Там, естественно, сконцентрированная элита, там сконцентрировано, внимание всего местного общества сконцентрировано на эти малые города. Это первый момент. Второй момент заключается, по моему мнению, в том, что русские малые города имеют особенность в своем длительном течении жизни, что эта жизнь имеет ламинарное течение, а не турбулентное. Вот город, например, Мантурово, рядом, в 180 километров от Калагрива, это турбулентный город. Там нет местного общества, там все перемешано, потому что на трассе, потому что дороги, там много случайных людей, там 3-4 этапа бывших заключенных, там перевезенные работники. То есть это все время разрушающееся, перемалываемое местное общество. А многие города как раз сохранили ламинарность течения общественной жизни. И потому они имеют глубокую, прочную, тонкую, но глубокую структуру. И эта структура сохраняется, например, вот я посмотрел в Солегаличе, 800 лет память сохраняется о социальной структуре в городе, в Солегаличе. В Чухломе, те же самые 500 лет сохраняется память. Представьте, что люди-то сами не помнят, но реально эта память сохраняется в обществе. И вот эта ламинарность социальной жизни, она очень важный фактор того, что малые города и местное общество, консолидирующиеся вокруг них, являются точками солидарности социальной, теми скрепами, которые прочь скрепляют наше российское общество. Я считаю, что наше российское общество, оно очень солидарно. Мы из крупных городов этого не видим, потому что у нас нет ни элементов солидарности. Для нас это все, ну, как бы, это все третистепенно. Мы вне этого. А придите и поселитесь в любом малом городе, тут же вы увидите признаки солидарности и самоорганизации. Они есть, они сразу проявятся. У нас в крупных городах мы вынуждены самоорганизацию сверху насаждать. А там она идет снизу, естественно. Юрий Михайлович, ну вот в этом плане, я понимаю, там у вас есть свое видение действительно вот этих глубинных тонких структур, которые являются определяющими с точки зрения воспроизводства в истории и так далее. Но для вас совершенно неприемлем формационный и такой иерархический подход или там прогрессистко-формационный. То есть с точки зрения, что все-таки есть разные формации с точки зрения мощности культурной, с точки зрения жизнеобеспечения. Ну вот условно, да, например, допустим, в космической отрасли, которую упоминала Ксения Викторовна, допустим, у Королева было 300 глав. То есть Королев организовал, ну, огромное количество людей, значит, вся страна, там шарашка подобные, другие закрытые города, все. Вот как бы в итоге возникал, ну, условно говоря, там пусть на немного, но первый спутник, первый полет в космос и прочее. Я беру сейчас не геополитическое, там, и не символическое соревнование, а с точки зрения способности произвести все-таки, ну, вот действительно прорыв, там, вот возможность посмотреть на Землю из космоса и прорыв человека в космос, да, как некую ценность для меня. Значит, тем более меня назвали по имени Юрия Алексеевича Гагарина, и я как раз родился, вот видите, как я родился как раз в тот момент, когда Кеннеди объявлял лунную программу. То есть так вот получилось, у меня такое совпадение. Вот, поэтому, ну, возникает вопрос, вот эта форма организации деятельности, да, она формационно является более высокой, чем, скажем, группа солидарно объединенных людей из двух-трех селян, да, которые при этом, например, объединяются на заготовку грибов. Вот из года в год в ламинарной системе и так далее. Вот, или, в принципе, ну, там, самый простой примитивный ответ разным, то есть, ну, зачем сопоставлять разным, да, коня и трепетную ладь, вот. Но, с другой стороны, то есть, короче, вот есть какой-то, потому что у меня все равно формационная составляющая, она во мне живет, ну, она хорошо, плохо, как вы говорите, как есть, да, вот она во мне живет. А вот как вы считаете? Ну, опять же, отвечу уклончиво. Я, конечно, воспитан в формационных представлениях, но я их пережил. Пережил в результате опыта полевых социологических исследований, что удивительно. Во-вторых, я воспитан был в прогрессистских взглядах, но я не приемлю прогрессистских взглядов. И даже в 90-м году он написал книжку, прямо названную «Проблема биосоциальной эволюции». Главный вывод этой книжки был, что социальной эволюции не существует. Я попытался обосновать этот тезис. Это некая наша выдумка. Выдумка французских просветителей конца 18-го века, которая стала общим местом и очевидностью для всех нас в результате школьного образования. Если говорить, вот, вернуться к первой части, информационности. Почему? Как всякий социолог и всякий социальный философ, воспитанный в стандартах, в стандартных наших представлениях, я в начале 90-х годов, когда начал изучать реальную жизнь, поскольку поставил задачу посмотреть, смотреть, а что же происходит-то. Мы разваливаемся, а что происходит? Меня потрясли два момента. Именно потрясли, поскольку этого в советское время мы не могли наблюдать. Первое. Короткая память об обществе у людей. Удивительно короткая память. Второе. Это крайний релятивизм, нравственный релятивизм. То есть оказалось, что ценности-то могут так легко смещаться. И это потрясло меня. И тут я начал копать более основательно, именно смотреть, а как организована эта жизнь, почему мы так живем. И обнаружил следующую вещь, подтверждение которой я нашел у Фернана Броделя. Я обнаружил, что модели жизнеобеспечения вдруг в обществе стали архаическими. Вдруг общество массово перешло на архаические модели жизнеобеспечения, которые были известны еще в 16-15 веке, во Франции, в Германии, в России в 19 веке. Они были оставлены в советское время. И в один миг мы вдруг стали жить картошкой, буржуйкой, герданкой. То есть мы перешли к архаическим формам просто и незаметно. И я нашел у Фернана Броделя интересную мысль, которую, в общем-то, даже в переводных текстах мы как-то не фиксировали, не обращали внимания в 80-е годы. В обществе все присутствует, ничего не теряется. И когда надо, оно актуализируется. И вот я это увидел воочию. Спустя лет 10-15 Александр Никулин, который работал, работает до сих пор с Теодором Шаниным, он занимается сельской социологией, рассказал удивившую его тоже ситуацию. Они проводили исследования в нескольких регионах Пенза, там, кажется, Саратов, Пермь, то есть в регионах, где не было крепостных крестьян. И где крепостные были? Почти все. Так оказалось, что спустя 150 лет после отмены крепостного права психология осталась прежней у людей. Психологии крепостных прямо один к одному, прямо по губернатору, тайному советнику, этому самого Качалу, так как он описывал этих самых новгородских крестьян и архангелогородских крестьян. То есть Пермь демонстрирует один стереотип и способ жизни, стереотип поведения, а Пенза совсем другой. И Никулин рассказывал эту историю лет 10 назад. Он рассказывал, что их поразило, что общество помнит те формы, которые должно было 150 лет назад, как утратить. И вот то, что, поэтому говоря, о формационном подходе, на самом деле, не на самом деле, я скажу так, как мне кажется, нам надо говорить о том, что в нашем обществе наряду, так сказать, с элементами, условно говоря, прогрессистскими, существует очень большой подспудный пласт архаических элементов, которые никуда не делись, а остались. И не менее большой пласт сословных элементов. Вот то, о чем говорит и пишет Симон Иванович Картонский. Сословная структура общества у нас лиминирует, она у нас везде явственно представлена. А у нас явственно представлена и архаическая структура. Элементы архаические повсеместно разлиты. Мы просто их здесь не видим. Как не видим соседей на лестничной площадке в крупном городе, так мы не видим в крупном городе тех родственных, взаимных и соседских отношений, которые составляют основу архаических элементов общества. Потому что они здесь не актуальны. Здесь для нас нет. Но как только мы увеним в калагриф, они станут актуальны. Коллеги, у кого вопросы? Или лучше некое суждение? Кто-то у нас есть на связи? Коллеги по скайпу, у кого желание высказаться? Ну, Александр, легкого желания только поблагодариться с содержательной разговора, ответ на тот вопрос... Мы еще не заканчиваем. Отдумайте. А вот Юрий Михайлович держится еще. Мне очень понравилось. Спасибо. Хорошо, спасибо. Коллеги, кто-то еще хочет, Александр Ильич? Что-то? Ну, мысль была небольшая по поводу выступления Алексея Алексеевича по натуральному хозяйству и те задумки, которые появились у нас в Шарье по результатам проектной экспедиции. Вот я в себе пока ношу, не знаю, во что это выльется и выльется ли во что-нибудь. Мысль до такого характера, что натуральным хозяйством, если размосквичивать Москву, каждая семья, мне кажется, что каждая семья в городе, конечно же, стремится к самообеспечению продуктами питания, здоровой пищей, хорошим домом. У каждой семьи есть это стремление, но если она поедет одна, вот как Алексей Алексеевич мучился в Смоленской области один, наверное, это все-таки время прошлое. И вот волна расселения городов, на мой взгляд, она проектируется, вряд ли она будет, но на мой взгляд, это моя точка зрения, мне кажется, она сама по себе не будет, вопрос нашего проекта, и пока мне кажется, что проекты размосквичивания... можно, вот я просто, ну, понятно, мысль как-то, да, но у меня вот, если можно, не Юрий Михайлович, а я немножко скажу тут, все-таки свою точку зрения, все-таки, для меня, вот, очень большая ценность того, что говорит Юрий Михайлович, помимо, там, массы, тончайших наблюдений, пережитого, научного, клада, и так далее, потому что, ведь вопрос, я, конечно, я проектировщик, я абсолютно искусственный человек, то есть, в этом смысле, вот, то, что Юрий Михайлович как рассуждает, но я себя все время чувствую, что я абсолютно просто, другая реальность, так сказать, да, вот, но, как мне кажется, не отрицающий, то есть, это другое, не с точки зрения, потому что, на самом деле, вопрос-то, ведь при проектировании мы создаем голем, ну, то есть, фантазируем, сейчас я говорю, вот здесь, давайте, мы здесь океан сейчас создадим, я вот, да, допустим, как бы, это одно, это прожектирование, а другое дело, когда мы все-таки должны на что-то садиться, то есть, зародыш какой-то должен быть, вот, ведь ответ на популяции как раз на проекты, ответ популяции Петра, проект, популяция на проект Петра, ведь ответы-то на проекты идут. То есть, вопрос заключается не в том, что не надо, для меня, безусловно, надо проектировать, и для меня просто, так сказать, ну, бросать людей на произвол, а потом за этим наблюдать за ними, как за мышами, так сказать, в объектив, там, как они туда, это, конечно, все-таки для меня ответственность управляющего класса, она никуда не девается, то есть, все равно у меня позиция такого фюрера, позиция информационщика, проектировщика и так далее, да, но, самое-то страшное, это все равно не, не выделить некие самодеятельные, базовые, в этом смысле, культурно-исторические процессы, потому что тогда это будет прожектирование, оно в любом случае будет непрочным, не в том плане, что там, как говорят советские власти, через 70 лет развали, потому что это надо отдельно обсуждать, а в том плане, что просто это тлен, пустой, то есть, люди будут все равно жить своей жизнью, то есть, как бы, они переводят, да, при этом они научатся что-то говорить, изображать и так далее, а как сделать так, чтобы с одной стороны, это был какой-то культурный сдвиг, культурно-исторический, да, то есть, по сути, ну, там, как подвиг, такой народа, там, и так далее, да, но с другой стороны, чтобы это была реальность, а не фантазия, отдельно, так сказать, людей, вот это, на мой взгляд, колоссальный проблем проектировать. Грубо говоря, вы говорите о том, что, как сделать так, чтобы каждую песчинку превратить в жемчужину. А не оставить просто песчинку и мертвую ракушку. А жемчужин-то создает народ, который перемалывает все это. Вы проект внедряете, но нам нужен такой проект, который даст результат. Ну, то есть, в этом смысле, вот взять другой пример, совершенно, вот год, тем более юбилейный такой, вот война, да, ведь на самом деле, русские же не просто научились воевать, там, скажем, к 43-му, к 44-му году, да, но по большому счету, народное творчество перемололо, там, уставы, массу того, пятого, десятого и так далее. Вот, поэтому в этом смысле, это тоже очень интересные процессы, кто чем управляет. Ну, так же, как мужчины и женщины. Мужчины думают, что они управляют, но все умные, и мужчины знают, что женщины управляют, что, и так далее, что они, как это самое, изображают, фантазируют на тему, что они управляют. Вот, поэтому, тут вот, я к тому, что это, на мой взгляд, то есть, просто вопрос о том, какое проектирование. То есть, это на порядок более требует ответственного проектирования, ответственных решений власти, и так далее. Содружественного проектирования. Ну, да, Содружественного проектирования, и безусловно, потому что, если мы эту субстанцию не обнаруживаем, а более того, ведь, Юрий Михайлович, еще как, на мой взгляд, ну, что, если в эту субстанцию не погружаться, не становиться частью, то ты ее и не обнаружишь, то есть ее невозможно обнаружить ни исследовательским путем, ни каким-то гениальным ухватыванием и так далее. Отсюда возникает вопрос, Юрий Михайлович, так почему ВОХМА не самое лучшее место в Костромской области, как Вы написали, куда переселят все-таки? Мне потому что Михаил Игоревич только калагриф говорит, потому что город, потому что страна в город, как бы то ни было, он маленький, ну маленький, но город, куда переселят? Я знаю в стране примерно 450-500 городов, лично ВОХМА, из них примерно выбирал, где бы мне пожить, среди городов 200. У нас с Михаилом Игоревичем там есть знакомый, который провел тот же самый анализ, он экономист из Твери, он провел анализ совершенно иной, и обнаружил, что, ну вот, есть несколько городов, где надо жить. Так не таите, говорите. Ну вот, тот маленький городок, который называется Калагриф. Калагриф. Очень много таких мест. Ну дальше на Северо-Востоке. Ну, не знаю, меня могут упрекнуть, но ВОХМА это не Кострома, это же все-таки Вологда, это Поморы. Мы-то Поморы, мы Черемисы. Кострома это Меря, а Заумжи это Черемисы и Поморы, там другие люди. Они другие по образу жизни, они другие, потому что климат другой, потому что там погода другая, потому что там земли другие, почвы другие. А там формы жизнеобеспечения исторические были другие, и люди другие пришли. Черемисы это же боевые, это же войска казанцев. Основные, так же как венгры были у Хазар, так Черемисы были у казанцев. Да, а Меря они никогда не воевали. Поморы, они пришли с Севера, а Кострома заселялась с Запада, если про Славяк говорить. То есть это разные люди. И потом по Унже заканчивались дворянские земли, помещичьи. За Унже уже не было крепостных, там были только черные крестьяне, там другая психология, там все предприниматели, торговцы, предприниматели. Там старообрядцы, скрытые, но старообрядцы. А здесь новообрядцы, и в основном помещичьи-крестьяне. Это совсем разные люди. И ведь в Охмуту присоединили всего в 1944 году, а психология сохранилась, и люди это чувствуют. Они другие. Они не могут быть точкой консолидации для другого региона. Это все равно, что предложить, например, что Сингапур будет точкой консолидации для Малайзии. Так не получится уже. Нет, он чужеродный. А я слышал, что родиться, чтобы в Костроме быть адекватным, нужно родиться в Охме и жениться на Шаринге. Не знаю. Я говорю, что это другой народ. Ну, в смысле, не народ. А Калагриф он куда? Да, Калагриф – это Кострома. Он всегда был Костромой. Да. То есть это другие люди. Вот, например, Витлуга – это Кострома. Они до сих пор говорят, мы костромские, мы нижегородские. Шуя – это Кострома. То есть Шарья Витлуга – это Кострома? Конечно. Лух – это Кострома. Это же все Лух, Шуя – это все было, как бы сказать, отдано от Костромы. А они до сих пор считают себя костромскими. До сих пор. Ну, ясно, что интеллигенция, но люди-то чувствуют это. Вот, очень разная психология людей. Местнические отношения, вот, локальные, они, оказывается, сохраняются очень долгое время. Хотя люди могут не помнить истории. Ну, конечно. Поэтому для этого региона Костромы, Вохма, ну, это сторонние. Это отрезанный ломоть. И я даже думаю, что при очередной административной реформе снова уйдет куда-нибудь. А ведь логу прирежут опять? Не знаю, может быть. Но они-то считают себя костромскими. Кинешь, они считают себя костромскими. Хорошо, коллеги, еще есть какие-то мысли? Вопрос Михаил Игоревич. Да, наверное. Вы как калагрифский, да? Я не очень научно, наверное, скажу не так глубоко, а какие-то, скорее, все-таки отдельные, даже не наблюдения, а больше ощущения. Ну, первое, я бы все-таки не стал идеализировать общество традиционное. Есть свои, как бы, плюсы, свои минусы. И я думаю, что, я не думаю, что археизация, и вот всех посадить на землю, чтобы все кормились от земли, это хорошо и правильно. Это же будет издевательство, посадить меня на землю куда-нибудь, сразу кормиться, сразу мировая революция будет. Не издевательство, просто убийство, потому что он не выжил. Ты как и я. Нет, просто... Один ножик двух генералов прокормил. Просто это уже будет, как бы, мировая революция сразу захочется сделать. В масштабах не Костровской области, а, значит, побольше. Вот, и я считаю, по моим ощущениям, вот, действительно, меняется образ жизни и будет меняться образ жизни городских жителей. И тут и будет действительно более востребована модель жизни на несколько домов. И на несколько домов, таких, скажем так, основательных. Не дачка, там, шесть соток, пьянка, выходные, а нормальный, довольно, скажем так, продолжительный. И в жизни с той или иной степенью интеграции в различные местные сообщества. И здесь, на мой взгляд, ключевую роль может, не может, а играет и будет играть транспорт. Поэтому, что нужно делать, это самым серьезным образом расширять транспортные возможности, возможности комфорта, возможности скорости и так далее. И я сейчас говорю не, собственно, про Костромскую область, а вообще про Россию. Если у нас будут комфортные транспортные возможности жить, условно говоря, на Москву, там, и на РИСК, да, при наличии каких-то рабочих мест и так далее, на Москву и, там, Сухуме, Сухум, к примеру, да, то это может, скажем, изменить и во многом частично изменить и характер экономических взаимоотношений, и характер просто освоения нашей страны. Надо же осваивать, народу мало. Соответственно, не исключено, что один человек, одна семья, однако эта ячейка в условиях новой экономики, новых элементов экономики, может осваивать достаточно разные регионы с достаточно разными культурами и изменять эти самые культуры. Вот такие замечания. Сколько в калагреве? Многофункциональности. Круглое размножение человека во многих мирах, в нескольких мирах. Я, например, учтен в системе здравоохранения четыре раза. Кто-то не разум. Простите, спасибо. Не-не-не, я просто, сколько в калагреве племянных приезжих? Это очень мало, но это хорошо. Мы поняли Вашу позицию, что все меньше, чем лучше кислорода. Хорошо, коллеги, еще последнее гениальное какое-то высказывание. Алексей Николаевич. Хорошо. Ну, Юрий Михайлович, спасибо огромное, потому что на самом деле для меня, ну вот честно, Вы просто проблематизируете меня очень серьезно. Вот, это не в плане, это не хорошо, не плохо, я Вам, наоборот, очень благодарен, потому что я все время начинаю пытаться искать основания своих каких-то суждений, воззрений, предложений и так далее. И, конечно, мне кажется, что просто мы сегодня, вот с точки зрения такой уже управленческой, да, как-то адекватности, мы, конечно, пока неадекватны в целом в стране. Потому что мы пока не очень понимаем, что вообще, куда, чего, как. То есть, для управления, это все равно, так или иначе, некие решения, вынесенные там, в циркуляры и прочее. И, конечно, есть много того, что не снилось нашим мудрецам, к чему мы привыкли и так далее. Вот это, мне кажется, самое важное. И спасибо огромное, что я немножко, мне кажется, чуть-чуть почувствовал такие подводные, такие тонкие струи, вот, которые, может быть, они просто испарятся через два километра вот под этой водой, да, а может, на самом деле, из них будет какой-то исторический процесс, который потом там будет назван векторным, там, каким-то там целенаправленным и так далее. Вот это, мне кажется, очень важно. И я еще больше понял, заключение хочу сказать, действительно идею такого школы муниципального управления, как вы примерно говорили, я так условно это называю, потому что, конечно, основное, что мы исчерпали после Советского Союза, это кадровый ресурс с точки зрения обученности. Не с точки зрения народных самородков, талантов. Основное, мы исчерпали вот эту обученность, понимание, способность и жестко действовать, когда нужно, но, с другой стороны, как-то в этом быть растворенном, понимать... Понимание местной ситуации. То есть, вот два момента, которые вы указали, да, это понимание того, как управлять местом, и непонимание, которое есть сейчас, а что делать с народом и обществом, потому что государство усилия прилагает не в то место, куда надо, а как раз туда, куда не надо. И это постоянно, и повсеместно. Ну да, и когда Ольга Юрьевна Голодец говорит, что у нас 38 миллионов потеряно для экономики, для налогового положения, да, и так далее, то возникает вопрос, их надо там поймать или еще что-то, или что-то другое сделать, в принципе. Наше предложение – не оставить в покое, не дергаться и не требовать. Это люди – основа государственного благополучия. Не те, кто платят налоги, а как раз эти – основа государственного благополучия. Потому что сейчас государство усилия прилагает к тем, кто по большому счету государству не нужен в будущих важных, грубо говоря, проектах. А вот те, которые нужны будут в будущем государству, они пока стоят в стороне и вне поля государства. Они не под десницей государства, они вне государства. Да, только те, кто нужны, они все вывозят сейчас срезов. Никуда они не вывозят. Нет, не вывозят. Мне уже вывезли все штабы, правильно. А те, кто в стороне, не разъебают. Хорошо, коллеги, мы сделаем ролик, да, засняли, все там заснялось, да, Александр. Значит, сделаем ролик, и там потом еще каждый может внизу написать свои ощущения, ругаться и так далее. Тоже у всех еще есть возможность высказаться. Сейчас спасибо огромное. И так у Юрия Михайловича сегодня две лекции. Две было, да? Она провалилась. Нет, ну было все равно. Готовились-то в их домах морально. Поэтому две лекции еще. Мы, собственно, еще тут, да, на полное, может, почти две пары, так сказать. Поэтому спасибо огромное, Юрий Михайлович. Но мы все равно, я вот думаю, как-то Костромскую область сейчас мы начали немножко как-то вдумываться, смотреть. Хочу на следующую неделю немножко поездить по Востоку уже. И так далее. Приезжайте к нам. Да, ну вот отлично. Да, приглашаю. А вы будете там на следующей неделе? Вы как? На следующей неделе я буду 12-го числа точно. 12-го, да? Михайлович, а вы как вообще? Вы на два дома как вот? Я больше в Москве сейчас. Ну все-таки нет, сейчас, а летом больше будете там. Или как? Ну, уже наразить металл, я на сколько помню. Ну, наверное, да. Главное, чтобы на два дома не было на две семьи. Что касается отходников, то на мой взгляд, это не может быть основой. Потому что все-таки это не от хорошей жизни и разрушающий образ жизни. Частично, да. Это разрушающий образ жизни. То есть это огромный ресурс, с которым можно что-то делать и у которого серьезное будущее. Но это неправильная форма жизни, в том числе и для городов. По-разному. Мне из моей шкуры отходника, может быть, даже лучше чувствуется. Когда 8 дней в месяц ты в поезде ночуешь, это да, это не очень приятно. Но с другой стороны, это интересный смысл. Для чего это именно транспорт? Потому что, например, моя работа, она требует везде личного присутствия. В том числе и преимущественно без интернета даже. Поэтому, соответственно... А какая у вас сфера? У меня сфера журналистская, но все остальное... Хорошо, спасибо. На этом закончу.